Всем привет, это Олег, город Севастополь. Июль, жара. На самом деле это начало сезона, потому что у нас в Крыму считается, что июль и август это сезон, когда пошли в большом количестве фрукты, когда море горячее, воздух горячий, когда пляжи битком. Мы в ближайшее время сходим с вами на пляж, и я покажу, там столько машин, мама дорогая, столько народов. Но мы сегодня по другому поводу видеоделом. Мы находимся на рынке Пятый километр, это самый крупный рынок в Севастополе. И здесь мы примерно вам покажем, сколько что стоит, сколько абрикосов, сколько помидоры, чтобы вы примерно ориентировались, каковы у нас цены в Крыму. И примерно строили бы свой бюджет, исходя из этих сын. Ну все, поехали! Так, рыба у нас в Севастополе, цены. Ставрида. Рекомендую Ставриду. Приедете Ставриду. Здравствуйте. Мы вас любим снимать, у вас всегда рыба хорошо выглядит. Очередные цены туристам показывают. Да, порассказывайте. Свежие, вот, вот и вот. Только привезли. Так что берите. Не, мне не надо, я рыбак, я сам все ловлю. Я видео туристам приезжающим рассказываю, что рекомендую. Ребята, всегда берите султанку-барабульку. Екатерина II кушала ее. Вы у меня видео видели? И место сразу сфотографируйте, где брать. Да, да, я показал, что это пятая. Здесь отдельно, на пятом километре, выделенная под рыбу. Вот мы вот свеженько, вот вам свеженько тут показываем. Окунишка, Сморида у нас называется. Смотрите, свежая, все свежая, вот, все свежая. Все, свежая. И ее там пахнет, особенность барабули. Ставрида. Султанка. То есть ставридка. Ставридка. Вот такая ставридка, он недавно я ловил, показывал, что крупная ставрида пошла. Это у нас Скорпена, морской ерш, ночную рыбалку им показывал. Уха, огонь просто. Счет рублей всего. Всего 60 рублей Скорпена. Мы мучаемся ночью, ловим, блин, в орловке сидим на пляже. Так. Зато на пляже. Так, ребята, обязательно рапаны. Приедете, попробуйте рапана. Можете плов сделать, можете купить шашлычок. Еще, главное, мидии. Где у вас мидии? Вот мидии сразу. Так, не вижу. Так, а, вот. 350. 350. Короче, мидии, ребята, тоже обязательно. Можно и плов сделать. Мы делаем, Настя у меня делает в сливочно-чесночном соусе с макаронами. Просто бомба. А еще пробуйте черноморские креточки. Мелкие. Они у нас мелкие, но они очень вкусные. Ну, вот, в принципе, рыба, которая и у вас на материке есть. Ну, я, наверное, думаю, что... Ух ты, пеламида. Пеламида. А, пупеть. Пеламида у нас водится. Осенью мы пытаемся на тронинг ловить. Еще есть у нас калкан большой и маленький. А, ну у вас сегодня нету просто. Есть. В прошлый раз они у вас лежали, снимали. Нет, мы сейчас их... Не тот день. У нас в холодильнике лежат. Покажу калкан. У меня было видео. Хотите, достану, покажу. Покажите. Я-то видел его. Калканчика надо показать. Многие говорят, почему у нас дорогая камбала. Ребят, у нас ее мало. Вы не сравниваете ее с дальневосточной камбалой. Есть... Это маленькая. Есть большая. Сколько стоит? 650 маленькая, 850 большая за килограмм. Все, вот люди, имейте в виду, что калканчик у нас столько стоит. Сами разделаем. Да, он с шипами. Надо шипы у него удалять. Мы все сделаем. Все, огромное спасибо. Спасибо. И рекомендую всегда с продавцами разговаривать и общаться. Мы все веселые, тут радостные, рады вам всегда. Так, мы идем к овощам, к фруктам. Все, спасибо большое. Так, убежали. Вот. Ставридка, тут кефалька есть. Единственное, тут я бы, ребят, конечно, поставил бы такую дымовушку, чтобы разлиться. Ну, вот кефаль, смотрите. Собственно говоря, пеленгас, он столько же будет стоить, сколько и кефаль. Вот примерная цена, чтобы знали. Сразу обрисуюсь. На этот рунг надо приезжать утром. В третьем часу он примерно уже закрывается. Мы что-то задержались, пока ехали с Орловки. Время уже третий час, боялись, не успеем. Нет, мы успели. Мы вам попоказываем цены. Все про... О, какая красота. Все практически у нас уже свое. Привозного мало что. А так, сразу скажу, что рынок пятый километр, это примерно показатель средней цены Крыма и курортов. Вот даже пониже, чем у нас в Орловке, например, на фермерском рынке. Мы вот, у нас целый список, чем надо, надо купить. Вот кукурузку. Не брать на пляже. Купите на рынке, сварите. Картофель молодой, 50, это дорого. Яйцо. Цены почему-то на яйца упали у нас в Крыму. Было что-то рублей 70. В прошлом году в это время. Сейчас я в магазине покупаю первую категорию по 45. Так. Картошка, смотрите, какая шикарная. 40 рублей. Достойная цена за хорошую картошку. Дынька уже наша пошла. 60 рублей килограмм. Приедете в августе, она будет дешевле, она будет рублей 40. Арбуз, не знаю, сейчас, наверное, 50 рублей просят. Будет он рублей до 20. Абрикосов у нас в этом году очень мало. Смотреть даже азербайджан. Ну, не урожай. Вот реально, как с черешней не срослось. Честно говоря, черешни немного было, и цена на нее приличная была. То же самое у нас было и с абрикосами. Абрикосов очень мало, к сожалению. Персика будет достаточно. Огурцы уж по 20. По 20 огурцев. Картошка 35. Ну, абрикосов в цене упал. 180 был на прошлой неделе уже. 120 вот можно найти. Синенький 70. Черешня уже у нас отошла. Ну и цена, смотрите, соответственно. А, кстати, дешевле особо и не опускалась. 220 самую дешевую. Увидели, а прошлый год была по 100, по 80 можно было купить. 180. Черешня, кстати, смотрите, если с дырочками с маленькими, не берите. Черешня зачастую бывает с червячками. Настя это только сказала на второй или на третий год жизни, что черешни бывают с дырочками. Абрикоса 130. Ну, абрикос, как обычно, классный у нас. Что уж говорить. Вот смородина. Это у нас не очень растет смородина. 350 рублей. Голубика 800 рублей. Обожаю голубику. Малина у нас считается деликатес. И дорогая малина. Потому что жарко, тяжело ей расти. У нас все, все ребята поливают. У нас даже картошку поливают. О, арбуз до 35 упал. Красота. Так, 50-35. Вот в какое время надо приезжать, цены снимать в закрытии. Супер. И можно поторговаться по цене. С утра обычно у нас. Протолкнешься. Все на рынок, на рынок. Надо ехать. Да, у нас надо ехать в будни. И после двух. Да, смотри какая красота. И можно торгануться хорошо. Так, ладно, давайте к делу. Так, посмотрите какие помидоры. Ух. Черный принц и подарок солнца. Прикольно. Черешня. 160. 240. 320. На любую вкус и цвет. А местного нет еще, по-моему, да? Винограда. Ходил я недавно на виноградник. Там любимое место мое заброшенное. Но там было все глухо. Дыня. Кстати, дыню, ребята, не стесняйтесь. Выбирайте, чтобы она, может, даже чуть-чуть мягкая была. Ну, не прям капитально, чтобы пальцем продалось. Чтобы она слегка мягкая. И пахла резко мягко. Дыней пахла. Даже, знаете, до противного. Такой прям, знаете, даже вкус немного испорченного. Как есть, как там, дуриан, что ли. Плод. Вот, чтобы он прям вот дыня вот так попахивала. Вот она будет прям вот сочная-сочная. И, кстати, на любом рынке, во-первых, торгуйтесь. Во-вторых, не покупайте в первых красивых рядах. Проходите дальше. Вы здесь можете всегда найти что-то гораздо дешевле. Сто пудов. Не ошибетесь. Кстати, в Севастополе, если будет пятый километр на рынок, съездите. Здесь шикарный вещевой рынок. Там блошовый, блошиный рынок шикарный. Так, мы, короче, наверное, будем себе арбуз брать и помидоры нам надо. Все, мы закупаться. Примерно овощи, фрукты. Надеюсь, я не резко камерой водил, чтобы вы поняли, что примерно сколько у нас стоит. Персики, кстати, 100 рублей. 90 ящиков. Да, не показала в цену на персик, потому что приедете персик уже будет всякий. Но мы сами собираем. Мы перебрались на северную часть с пятого километра. Здесь мы с вами посмотрим цены. Наедина, наверное, Софья Перовская. Винзавод посмотрим вино на разлив. Со скотчем, если она работает. Где-нибудь молочко я вам отсниму. И мясо, ребят, мясо, мой любимый магазин, который находится на моряке. Здесь всегда большой выбор и можно показать в большом количестве всего-всего-всего-всего и цены. Костя свины 10 рублей, 20 рублей были. Собакам брали. Гаважи, косточки. Мишистые по 40 рублей, ты не филе себе. Нашка, набери, набери. Это собаки, да и на бульон вообще реально. Так, ладно, поехали дальше. Ну, субпродукты. На самом деле, вот что самое главное. Самое главное – это колбаски. Шашлык. Разжигайте мангал пока, короче, колбаски готовятся, готовятся, готовятся. Девчонки режут, колбаски подал, уже все закусывают. В это время можешь шашлычки закинуть. Не бойтесь, берите готовые шашлыки. Это на самом деле глупое поверье, что плохое стукшее мясо в шею теряют. Нет, такого себе не позволят. Конкуренция слишком жесткая. Соседний магазин зайдут, купят. Так, свининка. Вот, смотрите. Балычок 295 рублей. Идеальная для шашлыка, но еще и шея на шашлык. Да, если сами мариновать, меньше шея. Вот, отбивная готовая. 275. Так, гавельма. Фарш. Ух ты, глазной мускул. Офигеть, я даже не знаю, что это такое. А что такое глазной мускул? Когда ряжая мякет, вылезла, 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 вылезла. Ясно. Самое лучшее место, сказали. Кура. Домашняя 145. Такая 135 охлажденка. И это халяль, да, вижу, курочка халяль. Грудка, окорочка, крылышки. Ой, крылышки мариновать и на мангал позавчера делали. А, красота. Так, так, ну вот, чтобы поднимали грили. Ну все, народ, едем дальше. Всем спасибо большое. Пожалуйста, всегда доброго. Нас уже узнают и знают. Так, мы заскочили на винзавод Софьи Перовской. Это в Любимовке. Алькадар еще называется. Туристы какие-то приехали. Ну ладно. Здесь можно купить вино на разлив. Давайте я вам цены покажу. И расскажу, какой. Северной части будет Севастополь. Заскакивайте за винишком сюда. Сэкономите. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот смотрите. Да, хорошо. Так, вот что рекомендую. Алькадар по-кохетински, если сухое любите. Если любите полусладкое, то розовое, мускатное. Обалденное. То есть, вот такие цены. Пойдемте, тут еще коньячки есть. Но коньячки на этом винзаводе не производят. А нет, все, коньячков нет. Вот. В принципе, это в бутылках. Цены. Нет, вон и коньячок есть. Не делаю никакой рекламы. Ради бога, никто не подумайте. Цены для приезжающих. Так, вина. Ну, естественно, ребята, вина. Массандра, если, допустим, пьете десертные и портвейные, это массандра. Старый полковник, вообще, жесть. А нет, черный полковник, вообще, супер. Бастарда, вау, огонь. Ну, стоят рублей, наверное, 700. Вот те вина, которые я сказал. Здесь, не знаю. Не вижу. Ну, на виду. Вина, начиная от 200 рублей, заканчивая там бесконечностью, у нас в Каче стоит 20-летнее, что ли, вино на продаже. Севастополь, что ли называется. Что-то цена 2000, что ли, или 3000. Идеальный подарок. Так, ну вот по ценам поедем. Едем дальше молочек. Так, наш путь с Севастополя пришел через Любимовку и до Орловки. Мы уже в Орловке. Это наш любимый магазинчик. Мы здесь всегда покупаем. Так, молочек мы хотели показать вам. Молочек, молочек. Так, молоко. 3,2% с любовью к Крыму в Крым представляет. И для Крыма специально 68 рублей, да? Так, а 2 с лишним процента сколько не видится? 66. Ага. Вот, кстати, молоко джанкой. Вот, обратите внимание, белая упаковочка. И сметана джанкойское молоко офигенное. Берите его, приехали в Крым покупать. Да, цену. 62. А сметанка сколько? Сметану нет. А, это кефир и ряженка. Да, 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 да. Да, да, вижу, вижу, вижу. Кефир 45. Вот. То есть крымское молочко, она просто безумно вкусное. Покупайте ее, вот не жалейте. А, да, вот сметанка джанкойская. Обратите внимание, белая упаковочка. Они также есть и мягкой упаковки, и белая упаковка. Ищите джанкойское молоко. Не ошибетесь, джанкойское масло, спрашивайте. Может, оно чуть подороже будет? Не знаю, колбаска, если интересует. У нас сыпала колбаса в цене. Я, кстати, даже отдельно видео сниму, реально. Настя вот молоко берет. Такое. Ультрапастеризованное. Жарко, даже чуть-чуть в машине передержал, до холодильника не довез. Сыр, сыр, ну, не знаю. Сыр вполне приемлемый. Можно купить рублей за 450 за килограмм. Там твердый какой-нибудь рублей 500. Так, все, с молочком примерно закончили. Мы выгрузили все продукты. И резюме я уже буду показывать на пляже. В общем, ребята, я так могу сказать, сколько к нам приезжают отдыхать люди из разных регионов. Говорят, цены точно такие же, собственно говоря, как в Челябинске, как в Москве, как в Красноярске. Одни и те же. А, кстати, немножко на сиры. Смотрите, Орловский пляж меняется. Мы ставили вон душевые. Прям вот можно немного сползнуть из себя. Новые раздевалочки поставили. Пляж удлинили, увеличили. Всякие спасательные средства поставили. Там, кстати, питьевую воду поставили на халяву. Стоит огромный кулер, можно попить. И вообще, на самом деле, я пошел играть в волейбол, а потом купаться. Фактически, вы полдня провели с нами. Мы день обычно заканчиваем волейбольчиком, купанием и доброй кружкой ледяного пива. Я пошел играть.